Уфа здорово преобразилась, что, чтобы говорить, там знаковые объекты есть, значит, то я думаю, что буквально через 10-15 лет Уфу и вовсе будет узнать. Доведение Уфы до неузнаваемости обсудили сегодня в администрации города. На очередном собрании в мэрии новый сити-менеджер Сергей Греков наметил цели на нынешний год и подвел итоги минувшего. Уверяю вас, что неполные два месяца на посту главы администрации дают мне возможность объективно взглянуть на все процессы прошлого года, обнаружить слепые зоны, устаревшие решения, а также безусловные достижения и потенциалы, которые изнутри, возможно, не так заметны. Слепые зоны мэр предложил начать искать среди коммунальных услуг, в частности, в сфере теплоснабжения. А после добавил, что о грядущих проблемах с отоплением людей нужно было предупреждать заранее. Нужно было уведомить граждан об изменении системы начисления платы. Когда мы начали выяснять причины ситуации, то обнаружили, что тепло подается в квартиры неравномерно. Проблема в низкой энергоэффективности. Но к следующей мы должны обязательно успеть подготовиться. Будем контролировать сумму начисления. Для этого создается система онлайн-мониторинга теплопотребления. Что из себя будет представлять новая система и как решить проблему энергоэффективности, Греков уточнять не стал. Впрочем, готовиться нужно не только к зиме, но и к юбилею столицы. Благо, что здесь сроки пока не поджимают. Через три года УФА отмечает свой юбилей. Планы у нас грандиозные. Давайте просто не питать иллюзий. До этого времени нам, жителям, предстоит провести время и в пробках, и в перекопанном ремонтированном городе. Вполне возможно, что пробки на дорогах появятся из-за прокладки новых трамвайных путей. Так в стенах городской мэрии в очередной раз прозвучала мысль о том, что УФЕ необходима реанимация электротранспорта. Нужно развивать самый перспективный и экологичный вид транспорта – электротранспорт. Сегодня трамвайная сеть города состоит из двух разобщенных частей. Инфраструктура и подвижной состав очень изношены. Они потребуют значительных финансовых затрат. Но очевидно, что заняться этим необходимо. Сколько город готов потратить на транспорт, и когда УФА станет менее загазованный, в докладе мэра тоже не прозвучало. Зато точно известно, сколько денег будет потрачено на застройку малозаселенных районов. На текущий момент выдано разрешение на строительство порядка 4 миллионов квадратных метров жилья. Буквально в прошлом году мы вошли в программу «Стимул», которая позволила привлечь финансирование на первом этапе в порядке 8,5 миллиардов рублей. Эта программа позволит нам развить и построить в Забеле около 8 миллионов квадратных метров жилья. Особенно новость о расширении городских границ порадовала тех депутатов горсовета, которые по совместительству являются застройщиками. Почти 8 миллионов квадратных метров жилья для УФЭ это очень большой объем. Я могу сказать, что наше предприятие за 50 лет существования построило всего 9 миллионов квадратных метров жилья. Со строительством водоотведения и водоканализации вот этих сетей инженерных, значит, мы сможем построить полтора миллиона квадратных метров жилья. То, что сегодня сказал Сергей Николаевич, я абсолютно с ним полностью согласен. И я думаю, что так оно и будет, если мы будем все работать в унисон, разумеется, а не как лебедь, рак и щука. Также в своем докладе Греков затронул проблемы обманутых дольщиков, молодежь, которая чересчур вовлечена в политику, культурную жизнь столицы и несколько других тем. После его выступления на странице Хабирова появился пост, в котором он выразил уверенность в новом мэре, но в то же время отметил, что к УФЭ у него есть много вопросов. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.